Меры поддержки для предприятий военно-промышленного комплекса Хабаровского края обсудили депутаты Государственной Думы и губернатор Михаил Дегтярёв. Совещание прошло в Комсомольске-на-Амуре. А перед этим представители законодательной власти побывали на ведущих предприятиях ВПК. С подробностями Антон Петрович. Здесь представлены самолёты Су-35 и Су-35С. Вот это для ино-заказчиков самолёта. Директор Комсомольского авиационного завода показывает депутатам Госдумы готовую продукцию. Поставки военных самолётов за рубеж – это только часть производственной линейки. Большинство штурмовиков и истребителей завод строят по заказу Министерства обороны. А это в том числе самолёты пятого поколения Су-57 и новый проект «Шахмат». Кроме того, на предприятии начали реализовывать программу импортозамещения. Наладили производство уникального режущего инструмента. Что мы вместе все можем сделать для того, чтобы, ещё раз повторюсь, наша военная промышленность работала более эффективно и обеспечивала наши вооружённые силы новыми современными видами вооружения. То есть дробомётная очистка, окраска, осушка. Одна линия в первом цикле уникальна. 50 тысяч тонн металла может в год делать в двухсменном режиме. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти мощности были востребованы. Ещё один флагман военно-промышленного комплекса Дальнего Востока – Амурский судостроительный завод. Его директор рассказывает о том, что на предприятии после модернизации установили уникальное оборудование, но использовать его на 100% нет возможности. Сейчас на заводе строят несколько малых ракетных кораблей и корветов. Но свободные стапеля есть, поэтому завод ведёт переговоры с Министерством обороны России о заключении контракта на изготовление кораблей класса «Фрегат». По «Фрегатам» мы увидели, готовы два «Эллинга». Будет зависеть от позиции Министерства обороны по контракту. Мы к этому готовы, мы поддерживаем предприятие и коллектив. Как смогли убедиться депутаты Госдумы, предприятия Хабаровского края готовы выполнять заказы любой сложности, но они не могут конкурировать по себестоимости продукции с западными регионами страны. Сказываются дальневосточные и северные надбавки к зарплате, расходы на энергоресурсы во время зимы. Как заявили представители Комитета Государственной Думы по обороне, теперь они будут заниматься этими проблемами на федеральном уровне. Антон Петрович, Телеканал «Губерния».